И всем привет, ребят! С вами Старваник и я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике и посвящен одной очень интересной пушке, которая подверглась изменению в балансе. Как вы знаете, у нас относительно недавно произошли сначала изменения с аппом продував, потом их резко занерфили и занерфили до той степени, что их вообще практически перестали использовать. Но все же, после прошедшего, последнего обновления, жигу до апполи и вернули к хорошему балансу. И сегодня вместе с вами мы поиграем на этой замечательной пушке. Вернем ее в мету, можно так сказать, да? Все-таки, если сравнивать фреза и жигу до этого обновления, то фриз явно был намного круче, сильнее и актуальнее для нашего матчмейкинга. Ну а сейчас, с теперешним уже балансом, я бы сказал, что жига, что фриз находятся в равных кондициях. Может быть, даже в какой-то степени для матчмейкинга, в связи с тем, что есть у нас иммунитеты от заморозок и защиты от заморозок, да, жига будет показывать себя лучше. Ну и плюс ко всему прочему, если, например, против будет какой-нибудь броненосец, то 100% жига покажет себя лучше, потому что фриз сейчас смотрится лучше исключительно за счет критических уронов. И то, это нужно понимать, что немножко рандомная вещь, и если тебе не повезет, то жига при любом раскладе будет переигрывать фреза. Больше я, в принципе, ничего говорить не буду. Мы переодеваемся. Жигу, конечно же, мы будем тестировать с зажигательной смесью. Я для себя после этого обновления понял, что это устройство может полноценно очень хорошо конкурировать с фризом, даже с фризом, там, с адреналином. Ну и сам, как бы, использовал очень часто ее в ТОФах, кто смотрел ТОФ Трио. Турнир уже у нас на сегодняшний день закончился. Ну, а я готов вам эту все-таки машину показать, на которой последние, сколько там, три, наверное, части турнира, да, самых ответственных. Я периодически брал эту пушку, и эта пушка показывала себя, ну, просто великолепно, да. Очень хороший, колоссальный урон. Единственная проблема в том, что по фикшену дальность, да, пушки, если раньше она была такая, ну, побольше, получше, пожестче, то теперь там уже дистанция стала на коротке. И нужно очень грамотно контролировать дистанцию и стараться сближаться всегда с оппонентом. Логика наша очень простая, да, викинга мы используем исключительно ради того, чтобы иметь, ну, самый, наверное, удобный корпус. Хотя можно было бы здесь, наверное, даже использовать и того же Диктатора, и можно было бы использовать Хантера, но я не хочу сильно акцентировать внимание там на корпусе. Пусть будет у нас викинг, да. Да, и еще хотел бы сказать, что тот же условный бустер, да, сейчас очень сильно исправил кондиции любого продува, да. То есть за счет того, что у тебя есть пассивная работа ДД с повышенным уроном, ты всегда имеешь дополнительный плюс, чего, например, раньше не было. И почему раньше, например, лучше намного было бы использовать защитника, нежели бустера. Сейчас же все изменилось, и бустер это просто идеальный дрон для продувов, для всех тех пушек, которые стабильно наносят большое количество урона. Также там, условно, там, вулканчик, фриз и, ну, очень большое количество пушек теперь может хорошо работать с бустером. Ну и пока у меня уже 6 киллов, очень хорошее начало, будем акцентировать внимание на вражеском респе. Будем стараться чуть больше пушить и цеплять оппоненты, как это было раньше. Раньше тоже был один период времени в матчмейкинге, когда очень хорошо себя показывали продувы, да. Ну и вы сейчас видите, какие цифры вылетают, вы понимаете, что здесь резист вообще никак не будет спасать. Ну просто вообще от слова совсем. У ни одного резиста не будет там дополнительной особо никакой возможности вас уничтожить. Это все такая же машина, которая просто влетает, наносит колоссальный дэмэдж. И, ну, либо тебя уносит, либо просто вставляет на 0 хп, и ты такой думаешь, блин, у меня уже 0, и что мне делать? Что мне вот просто делать? Я и так на 0, куда я двинусь там, поедусь, что я буду делать? Меня уже уносит, как я не знаю кого. Поэтому, ребяточки, пробуем сейчас в этом бою занимать, ну, как минимум, первое место и стараться еще дать хорошее количество киллов. Может быть, конечно, это не самая удачная карта. Все-таки я бы, наверное, сказал, что на маленьких картах и на средних картах, да, то есть, ну, кунгур это уже больше к большой карте, я бы отнес. Жига себя показывает, ну, просто великолепно. И, возможно, мы вторую карточку, да, которую пикнем, попробую чуть-чуть поперепикивать, чтобы попасться там, ну, на условную платошку, там, песочек, даже перекресток какой-нибудь, или сандальчик. Вот какую-нибудь такую карту, где Продув будет себя реализовывать на все 100, да. Есть также карта такая же, как, например, Промзона, я вчера на ней тоже играл на Продуве, тоже очень хорошо себя он показывал на ней. Ну, и пока, если честно, и на кунгуре не сказать, что очень плохо, но явно не все возможности этой пушки здесь у нас используются на максимум. Ну, и еще проблема, что здесь респы очень большое количество в разных местах, да, то есть, нельзя с одного респа быстро-быстро-быстро нанести очень большое количество урона по оппоненту, чтобы эти все оппоненты были в одной куче. Но, тем временем, у нас все равно уже 13 киллов есть за 4 минуты, ну, не сказать, что, конечно, сверху много, но неплохо, неплохой результат, да. Также, если сравнивать, например, молота, там, твинса, рикошета, то в упоре, да, что жига, что фриз сейчас без проблем, вообще без никаких проблем переигрывает все эти пушки. Все, что вам нужно сделать, это просто сблизиться с оппонентом. Если вы сблизились, если вы подъехали, то все. Считайте, что уже у этих пушек нет никаких шансов либо там уехать, либо еще что-то сделать. Все, просто вы их хаваете в секунду. Еще и критический урон здоровенный начинает вылетать. И это просто габельное, просто габельное. Поэтому мой вам совет, если вы видите продува против, да, который пытается к вам сблизиться, пытается вас унести. Если вы не играете на этом продуве, да, ну, например, вы играете там на какой-то, на каком-то страйкере, там, или на каком-то рикошете, твинсе, молоте. Старайтесь не подпускать вообще ни в какую продув к себе в упор, потому что если вы его подпустите, знайте, что вы его точно не переиграете, и он вас унесет быстрее, чем вы даже будете думать. Поэтому, 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 стараемся выигрывать эту катку, забирать первое место. Стою на Викожиге на мосту, гениальный мув, конечно, стоять на центральном мосту на Викожиге. Ну, что поделать? Что поделаешь? Овердрайв, как я уже сказал, на Викинге здесь, ну, особо сильно не реализуется, поэтому я мог вообще использовать любой другой корпус. Тот же Хантер, я помню, раньше очень хорошо себя Хантера Жига показывало. На Викинге все-таки нет такого прям буста для продува никакого, хоть и там у нас что-то изменяли, там, повышенный урон какой-то там давали, еще что-то, но все равно все эти изменения особо никак не повлияли на работу продува с овердрайвом. Так, типы здесь голды ловят, прожму. Ну, это чисто такие оверы от балды, просто в тот тайминг, где мне чуть больше надо урона. Но там все равно, видите, меня сливают что там, что там, плюса никакого нет. Можем даже попробовать на вторую катку поменять Викинга, взять, например, Хантера Жигу. Да, Хантера Жига может себе лучше показать, мне так кажется. Диктатор, понятно, покажет себя супер-бомбово, да, потому что это сейчас метовый корпус и вообще на Дикожиге можно играть в матчмейкинге. Да, но Диктатора я не буду использовать, в связи с тем, что я с Диктатором и так очень много в последнее время видосов. И за Диктатора вы и так уже все-все знаете, что эта метовая тема жестко разваливает, да. Поэтому, ладно, с Диктатором мы сегодня не покатаем. Но вот, например, Хантера взять, которого я в последнее время вообще не использую, считаю, что это нормальная тема. Так, у нас прошла половина боя полноценного. И по очкам, ну, у нас такая ситуация. Ситуация не критичная, но что-то среднее, да. То есть для такой карты, наверное, это даже очень хорошо. Потому что мне здесь приходится очень много ехать до оппонентов своих. Но если это будет, например, маленькая карта, у меня на маленькой карте будет 20 киллов, я скажу, что это мало. Да, то есть исходя из той меты, которую я знаю, и сколько можно, например, сейчас киллов давать на других вооружениях, я скажу, что это явно мало. Так, ну, страйкеры тут какие-то опасные. И, кстати, можно даже... Ладно, заберем сейчас тысячу. Кстати... Не, не забрал. Кстати, можно сейчас даже условного титана сдувать спокойно с купола, да. Там нет никаких проблем его сдуть. Я уверен, что это можно очень легко сделать. Так, человек с ником Габелло меня уносит. Ну, точно Габелло получается. Точно Габелло. Еще играю с дистанционкой, но он постоянно сводится с дистанционкой. Какой-то гений игры, получается. С дистанционкой сводится. Таких очень редко встречают. Ну, может, не опытный просто. Чтобы много не играл. Вот, чел шарит за мету, играет тоже на Жиге. Красава, красава. Сейчас посмотрим тоже на табе, что у него там по Жиге показывает. Сколько там киллов, чего... Чего он там уносит. Что там у него? Жига, 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 наверное, с адреналином? Нет? Вот это вот ГБ... Нет, ГБ или это Гром? Гром с адреналином играет. А вот Жига, наверное, да? Для 6 ГГС тип идет в 7-15. Ну, такое, если честно. Слабовато. Можно было бы и получше пойти бы. Ну, ладно, каточка пока под нашим руководством. Пока что мы ведем в ней. Ну, неплохо сейчас бы поуносить еще чуть-чуть типов. Чуть-чуть поуносить типов. Опять сводится по мне. Это без шансов. То есть, это шо... Сводка без шансовая называется. В упоре сводится против Жиги. Ну... Друг ты мой хороший. Это невозможно. Просто невозможно. Как бы он не хотел, это невозможно. Так, сейчас мне надо ДА-шку прожать. Сейчас прожмем ДА-шку. Прям, выжить бы еще. Какая-то бомбочка хорошая залетела от тиммейта. Быстро забираем точку. А Рез не хочет открываться. И вот нам сейчас бы еще чуть-чуть подконтролить Рез. Вражеский. Было бы вообще шикарно. Криты по 1000. Очень хорошие. Залетают. Урон стабильный по 600. С... Овердрайвом. Хороший результат. Хороший. Можно бы сделать, попробовать досрочку. Дабы сразу перейти к следующей каточке. Я бы, наверное, хотел бы сейчас... Чтобы это дело побыстрее закончилось. И знаете, в чем еще минус? Почему раньше, например, продувы были намного актуальнее и намного лучше других пушек. Хоть и по сути там урон сильно не поменялся. А все очень просто. Раньше, когда не было нулевого урона, вы могли моментально с респа сдуть оппонента. Да? Сейчас же за счет нулевого урона у противника есть шанс, ну, как минимум нанести по вам хороший дэмэдж. До того, пока вы еще, ну, ничего не сможете нанести. И помимо этого, да, то есть вы теряете те самые драгоценные секунды по итогу, которые решают на исход вот этого вот респа. А раньше ты просто заезжаешь к респу, нулевого урона нету, и ты сразу просто уносишь все, кто там стоит, все, кто респуется. Там кто долго чухает, тот уже улетает, пока просто даже поймет, что вы у него в спине. А сейчас ты начал дуть, чел уже заметил, видит, что ноль урона, успевает еще нанести урон, а потом следующий может уже вас добить. Да, то есть теперь облегчили жизнь игрокам против вот этих вот самых продувов. Ну, вот видите тоже, какое расстояние можно тянуть тоже против дуички. 33 килла, 33 килла, остается вот 4 минуты до конца. Да, количество киллов, конечно, небольшое, небольшое, но не забывая мы делаем скидку на большую карту, да, то есть делаем хорошую скидочку сразу, сразу. Потому что здесь, ну, минимум, наверное, минус 15-20 киллов. Из-за того, что это у нас все-таки немаленькая карта. Так, а вот это хос, хос, пнт, хос, пнт, ну да, у него мало гс, но он молодец, молодец, хороший урон накидывает. Ой, хорошо, сейчас подул, двоих унес и последняя точка у нас все, да. 40 киллов у нас набил гром, я на своей жиге, на кунгуре набил 37, 37. Неплохой результат, но не отличный, да, поэтому мы сейчас пикаем на маленькую карту, да. Если вдруг сейчас меня пикает большая, сразу говорю, что я ее буду перепикивать, поставлю видос на паузу. Хочу просто, чтобы, ну, у нас было что-то такое более подходящее для моей пушки, чтобы уже убедиться в том, ну, как вообще жига из себя. В каких кондициях себя жига показывает, ну, явно не парма. Ладно, ставим на паузу и запикиваемся в бой. Шикарная подпикачка завершилась. Все-таки я успешно запикался на маленькую карту, и это песок. Песок, CTF, я пикал то регби, то захват флага, ну, и, наконец-таки, добился той карты, которую и хотел видеть для моей продувочки. И, к слову, вчера даже на песочнице в Рио тоже поиграл немножко на жиге в моменте. Так, ну, вот и вы видите, да, что происходит. 5 киллов. Очень простых, быстрых. Аптечку бы сейчас в центр забрать молодой человек. О, у меня хорош шафт, хорош. Дал хпшечки. Так, 5 киллов у нас есть. Даже вот если, например, играть в какой-нибудь TDM на песке, здесь можно очень тоже большое количество киллов иметь. Сейчас мы эту Танатеслу схаваем. А, ладно, она убегает. Пусть бежит. Пробуем сдущий с продувов. Здесь еще есть типы на респе. Пробуем их тоже забирать. Сразу сходу. Отличный урон. Что я могу сказать? Великолепный урон даже, я бы сказал. Великолепный, просто великолепный. Станатесла с флагом. Начинаем надувать. Сдуваем. Возвращаем. Хоть у меня и было мало хп, все равно в тайминге. Что сделал я? Конечно же унес ее. Вообще без шансов. 9 киллов. 9 киллов за полторы минуты. 10 киллов за полторы минуты. Отличный результат. Вика Изида пытается увозить. Ну, тут, конечно, без шансов. Вика Твинс тоже подставляется. Любой танк, который подставится под эту жигу, у нее нет шансов. Ну, просто нет. Никаких шансов. Давайте вот Изиду попробуем. Ну, вот единственное, что видите, я по нулю урона сейчас дамажу. И за счет этого, видите, насколько большое преимущество теперь имеет любая пушка, когда она респуется. Если раньше я мог просто сходу сдуть типа, и у нее не было вообще никаких шансов, то теперь из-за вот этого нулевого урона, насколько большое количество есть возможности у любого игрока тебе нанести, ну, как минимум, большое количество урона. Как минимум. Да, как максимум, он тебе просто может вообще схавать без шансов. Да, у нас тиммейт пока возит здесь флаги. Я, ну, постараюсь чуть-чуть покилять. Чуть-чуть покилять. Может, он там уже сам доставит. Все. Опять ноль уже. Я стараюсь просто на домашку сыграть. Чуть-чуть покидаю. Чуть попоказываю, что творит вообще. Продух. 18 килов. 18 килов. Это не предел, ребята. Это далеко не предел. Видите? В закрытках нету нулевого урона. Там же ГС еще покажет еще жестче. Здесь все-таки нулевой урон имеется. Ну, куда ты, Вика Твинс, открываешься под меня? Больше, чтобы тебя унесли. Пока они отвлекаются на меня, у них просто хоппер увозит флаг. Они даже не понимают, что происходит на этой карте. У меня 19 килов, а он все сделал. Я сделал свои очки с доставочек. Так, Вика Твинс хочет меня растянуть. Да, растяжка. Это неплохая тема против Викинга Жиги. И у него может что-то получиться. Да, он молодец. Но вот так вот подпускать все равно нельзя. Все равно нельзя. Он мне все равно минимально шанс дает на этот возврат. И как только он мне дает шанс на возврат, он просто летит до дому. Летит просто до дому. Так, давайте попробуем нести еще эту. Не схавал его. Просто я понимаю, что если я сейчас быстро верну, то это, наверное, катка будет досрочная. Я бы хотел здесь все-таки попробовать чуть покилять. У меня заряженная команда, которая точно выиграет эту катку. И я могу даже здесь немножко и поиздеваться над противником. Могу чуть побольше их покилять. Я вижу, что здесь у нас, ну, не должно быть, наверное, никаких проблем с победой в этом бою. О том, что у меня уже 21 килл. 21 килл за 4 минуты. Это очень хороший результат. Очень хороший. Великолепный просто результат. Если мы с такой эстатой будем идти дальше, то... Тут, может быть, я и смогу долететь... До своего какой-нибудь шесяточки, закатку. Шесятка это будет очень хорошо. Это будет прямо очень хорошо. Так что давайте стараемся. Стараемся, пробуем. Пробуем. Смотрим, что получится у нас по итогу. Так, Титана Тесла летит. Наваливает. Тут еще Хорио Фриз. Какой-то опасный. Есть. Титана с Респа. Вообще без проблем. Давай, Владос. Давай, Владос. Блин. Кто-то у меня забрал Владоса. Решил кто-то у меня килл подзабрать. На Владосике. Так, ну здесь можно возврат оформить, конечно. Тип уезжает. Или не можно... Не, нельзя. Хорошо. Это очень хорошо. Это очень хорошо, что нельзя его оформить возврат. Потому что Тип живет. Пусть живет. Пусть живет. Мне не жалко. Мне не жалко. Мы ведем 5-0. 5-0. Я могу просто пообрубать типов, которые будут стараться у нас вернуть. И по контролю чуть. Чуть позицию по контролю. Так, вот здесь, конечно, опасно. А, я говорил, что я, кстати, Хантера возьму. Ну ладно. Все, уже не буду брать. Можно было, конечно, взять Хантера. Я что-то уже подзабыл. Я сказал, что возьму Хантера. Ладно. Уже останемся на Викинге. Уже останемся на... Корпусе, от которого особо толку нету. Продумаем. С овердрайвом. Ну ладно. Пусть будет так. Овердрайв подбираем, чтобы оппонент не забрал. Стараемся здесь сейчас еще быстренько тоже унести Титанчика. Давай, хорош, красавчик. Здесь есть Хари-Учек хороший. Да, есть дроповая ДАшка, на которую было бы неплохо сейчас. Тоже сместится. ДДшка-то у меня кулдауна всегда будет уходить. В этом плане проблем никаких нету. Она с тиммейт просто соло-возвраты оформляет. Вот так вот. Вот так вот без проблем он соло-возвраты оформляет. Двоих сдул, и то неплохо. 29 килов. 29 килов за полноценный бой. 6 на 6. 30 килов. 6 на 6. В катке 6 на 6. 30 килов. Это суперский результат. Просто за 7-минутную катку это очень и очень достойно. Ну и у нас все-таки досрочка здесь. Поэтому, что я вам могу сказать. Однозначно, что Жига, что Фриз сейчас показывают себя очень круто. Но, если бы я делал выбор между Жигой и Фризом, на данный период времени я бы отдавал предпочтение Жиге. Почему Жига? Потому что Фриз, да, и его функция заморозки как таковой, она может перебиваться защитой от заморозки, иммунитетом от заморозки. И она не будет себя показывать столь жестко. То есть, по балансу, по сути, плюс-минус, плюс-минус, что Жига, что Фриз одинаково. Но, Фриза урона меньше, Крит урон больше. У Жиги урон больше, Критический урон меньше. Относительно Фриза и относительно Жиги. При этом, если вы попадетесь против броненосцев, против большого обилия иммунитетов от заморозки, защит от заморозки. То есть, стопроцентное предпочтение, мое личное, будет Жиги. Она нанесет большее количество дэмэджа и не будет влиять вот этому рандому. То есть, это рандом. То есть, тебе вылетит Крит, не вылетит Крит. Задамажишь ты чуть больше, не задамажишь ты чуть больше за счет этого критического урона. Здесь, просто урон у самой Жиги, он больше. Да, то есть, и хоть и там Криты могут помочь чуть, могут не помочь. Но, если вы не хотите зависеть от критических уронов и не играть в рулетку, то Жига это явно лучший вариант между этими двумя продувами. Поэтому, играйте, играйте, ребяточки. Я уверен, что многие, многие забыли, многие недооценивают эту пушку. А на данный период времени она может давать очень хороший результат. И зажимать на респе, ой, на маленькой карте. Что можно творить с ней? Можно любого страйкера, любого там молота, твинца, рикошета. Да любую пушку можно так жетко законтролить. У нее вообще не останется шанса. Просто не останется шанса. Поэтому, делайте свой выбор. И не забывайте про такие пушки. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Также нажимайте на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.